Как и обещал, поговорим о вновь возрастающих тарифах и тающих субсидиях. Итак, в скором времени снова будем платить больше. С 12 мая тариф на холодную воду вырос для 24 водоканалов страны. От 7 до 28 процентов. Столько составит подорожание. Самые высокие расценки в платежках увидят жители Львова и Киева. Такое решение в национальной комиссии объясняют ростом минимальной зарплаты, а также подорожанием электроэнергии. Ну что ж, тарифы растут, а вот субсидии урезают. С мая вступили в силу новые нормы их начисления. Что это значит для украинцев? Кто может потерять субсидию? А кто, наоборот, сможет получить компенсацию реальными деньгами? Выясняла Инна Томина. Обогреть хату, если нормально. Вот моя хата 71 квадратный метр имеет. Чтобы нормально обогреть зимой хату, нужно хотя бы 350 кубов. А в этом году дали 280. Это совсем мало. Мы мерзли в хате. Что я вам могу сказать? Зима, холодно. Дети хотят раздеться, а не одеться. Это я могу только быть убрана в хате, дай трошки протопеть. Это считается, что 10 кубов на сутки. Так вспоминают отопительный сезон вольным под Киевом. Люди жалуются, денег катастрофически не хватает даже субсидиями. И с опаской ждут новых правил от Кадмина. Ведь они начали действовать уже с мая. Главное изменение в начислении субсидий урезали соцнормы потребления тепла, света и газа. Справедливо ли урезали нормы, мнения экспертов расходятся. А вот то, что изначально эти нормы установлены без каких-либо расчетов, совпадают. И не нормы нужно установить, а нужно привязывать, если человек, споживатель, побыватель, мает лечения, то нужно, может быть, нараховывать ее субсидию не за нормами, а за показаниями ее лечения. Также по новой системе субсидию будут давать, исходя из среднемесячного заработка семьи. То есть повышенную минимальную зарплату в 3200 будут учитывать уже в этом году. А значит, количество субсидиантов уменьшится. Забыть о помощи могут и должники. Если граждане имеют заборгованность за 2 месяца перед месяцем субсидии, то субсидия таким гражданам не предназначается. Еще один нюанс. Теперь с экономленной семьей больше не накапливается на счету, а списывается. Кошты у вас остались на транзитном рахунке, и вы имели возможность в следующем платеже уменьшить реальные деньги, которые вы вытягали из собственной кишени, на ту сумму, которая там осталась. Сейчас этого не будет. Тем временем в правительстве анонсировали первый шаг монетизации. Часть сэкономленной суммы обещают возвращать деньгами. И уже этим летом. Те домохозяйства, которые в течение отопительного сезона сэкономили газ и электроэнергию, получат до 700 гривен живых средств премии за свою бережливость. На премию могут рассчитывать около полутора миллиона украинцев. И для этого до первого июля они должны подать в органы соцзащиты заявление. Вот только сумма компенсации будет разной. Большая часть семьи отрабатывает 200-300 гривен за год. Если действительно платежи, которые на вас выставили, и действительно отвечают, там была экономия, гроши отрабатывают. Если нет экономии, ну, извините. А вот чтобы заработала настоящая монетизация, когда людям будут выдавать живые деньги вместо технических, количество субсидиантов нужно значительно уменьшить. Ведь сейчас из-за неподъемных коммунальных тарифов на субсидиях почти 7 миллионов семей. И на это в госбюджете предусмотрены рекордные 52 миллиарда гривен. Больше страна тратит только на оборонку. Инна Томина, Вадим Сверидонов, Даниэль Косаковский и Андрей Кузнецов. Подробности о неделе телеканал Интер.